Это речь Семнышенко. Во-первых, он сказал, что есть претензии к клубам, к чему они выражаются, и будет ли пересмотрено требование КХЛ к клубам. Что-то меняется, там, вместимость, бюджет, с учетом изменившихся финансов к реальному. Значит, таких решений конкретных никаких не принималось. Есть понимание о том, что и существующие требования должны выполняться жестко и четко, и есть понимание, что, возможно, придется их пересмотреть. Более конкретно я не могу сказать. Ну вот из речи президента стало понятно, что финансовые гарантии – это принципиальный вопрос, принципиальное требование, которое может быть слабым местом в клубах. Это так? То есть именно не дворцы, не инфраструктура, не посещаемость, а вот именно финансовые гарантии. На самом деле и дворцы, и инфраструктура, посещаемость – это вторичный вопрос. А финансовые гарантии, они всегда были острым вопросом, и, как сказал Дмитрий Николаевич, это будет предметом особого внимания. Мы так поняли, что сейчас либерализма будет меньше, чем было бы возможно в прежние годы. Это так? Ну, я бы не стал такие формулировки употреблять, я бы сказал еще раз. То есть лига будет уделять этому пристальное внимание. На какие сроки будет рассчитана эта стратегия развития лиги, которая будет предоставлена на свету директоров? 3, 5, 10 лет? Пока в стадии разработки никаких подробностей, пока невозможно сказать сейчас. А можно назвать хотя бы количество клубов, которые сейчас вызывают подозрения или недовольство? Ну, понимаете, у нас год от года одни и те же клубы плохо себя чувствуют в середине и в конце сезона. То есть я не думаю, что я должен их называть. И речь не идет о том, чтобы от кого-то избавиться. Речь идет о том, чтобы установить стандарты и жестко их соблюдать. Вот об этом идет речь. На совещании обсуждалось, что регламент не должен быть инструментом влияния отдельных клубов, которые защищают интересы отдельных клубов. Что это за клубы? Я не могу подтвердить, что на регламенте совещания обсуждался этот вопрос. Сейчас президент сказал, что регламент не должен быть инструментом, который защищает интересы отдельных клубов. Такая у него фраза просвучала. Какие клубы имеется в виду? Президент сказал о том, что регламент должен быть, как конституция, он не должен меняться в течение сезона, И он не должен меняться, естественно, в угоду каким-то отдельным игрокам нашего хоккейного сообщества Будь то клубы, лига, федерации То есть это должно быть взвешено, согласованное решение И есть четко прописанная процедура Поэтому совет директоров имеет право на изменения По календарю несколько вариантов обсуждалось, да? Будет ли окна? Были представлены несколько вариантов И эти варианты включали в себя разное количество игр Разные сроки начала Разное отношение к окнам Потому что, если вы понимаете, мы начинаем в августе Там есть брейк и хэфэ августовский, которые на самом деле официальных матчей не проводят То есть это отдельная тема обсуждения для Лиги Федерации Но пока мы не готовы сейчас ничего конкретного говорить Потому что мы пока находимся именно в стадии сбора То есть мы провели определенную работу То есть техническая работа нужна То есть нужно понимать, когда мы должны закончить Какой мы играем плей-офф Соответственно, когда мы должны начинать в разных вариантах То есть только в этом После технической проработки Мы можем там уже собирать, получать мнение клубов Лиги Федерации А когда у вас будет приходить совещание? Но сейчас понятно, что было обсуждение Совещание, на котором будут приниматься решения Вот такие Совещание какого рода решения? Ну вот опять же утверждать Будут ли окна, не будут Коллегионерам по всем моментам, которые дискутируются Я думаю, мы в ближайшее время будем прорабатывать эти вопросы Но будет ли это совещание отдельное, я не готов сказать То есть эта работа сейчас будет вестись А по регламенту вопросов? По регламенту какого рода вопросов? Изменения его Изменения что? Легионеров это обсуждали, например, искали? Легионеров вообще не обсуждали Я не знаю, кто вам вбрасывает тему Ну-ка, сознайтесь мне Кто сказал? Кто сказал про легионеров? А кто сказал про легионеров? Вот да, вы второй день про них пишите Особенно вы Я? Вы, да Я у Третьяка спросил, он говорит, ничего не обсуждали Правильно Вот сейчас регионеров не обсуждали Вы спросили такой вопрос, как, не знаю, по крайней мере, попытка какой-то финансового на весь среди клубов Чтобы не было таких разрывов, которые сейчас мы видим, когда бюджет одного клуба Ну, как вы это? Вот в этом направлении это были? Денис Николаевич об этом вам тоже сказал Он сказал, что пол с потолком должны сближаться Именно об этом подговорили А как сближаться? Это пол понимает? Нет, он сказал Вот нам, кстати, не понятно, что он сказал Удачничество снижению Не с сужению Он сказал, сужение тренера Смотрите, вопрос обсуждался, решений никаких не принималось Значит, высказываются разные мнения Кто-то говорит, что надо оставить все как есть Но высказывались мнения, что потолок опустить, пол поднять То есть, понимаете, сейчас это мнение Это решение, голосование не проводилось, решение не принималось Но это нужно одновременно делать или... или, или... Посмотрим Потому что ведь по подъему пола он же отсечет многие клубы просто из экономики, из лиги по экономическим причинам Мы понимаем это, поэтому этот вопрос и требует серьезного обсуждения То есть, мы понимаем, где плюсы, где минусы, поэтому постараемся не спешить А вот еще интересный вопрос По зарплатам было сказано, что статистика обсуждалась некая Как хоккей по сравнению с другими лигами российскими, футбольными, видимо, еще какими-то другими Что это за статистика? Можете поподробнее показать? Ну, я не думаю, что там есть смысл Вы можете сами зайти, посмотреть То есть, есть цифры, что у нас... там короткая цифра У нас есть цифры, сколько средней зарплаты у нас, сколько средней зарплаты в Европе То есть, мы просто смотрели, анализировали для того, чтобы наше обсуждение с клубами было не голословным Но вот какие цифры, которые просучали во время этого анализа, вы считаете самыми принципиальными? Я не считаю цифры принципиальными, я считаю принципиальными Сейчас состоялось обсуждение, что мы как бы набрали необходимый материал для того, чтобы сейчас заниматься дальнейшей проработкой этих вопросов Дмитрий Николаевич сказал, что спорт номер один хоккей, а на основании вот этих двух дней совещаний у вас есть надежда, что он обгонит футбол тоже самое? По рейтингу, по раскрутке Ну, вообще, вот именно хоккей, что выйдет на первую роль в стране в нашей Конечно, конечно И за счет чего? Конечно, ну, за счет усердной, каждодневной работы Обгоним футбол? А? Обгоним футбол? В каком? В смысле чего обгоним? Ну, то, что я говорю, вот, например, то же самое, биатлон выкидывает хоккей из эфира Смотрите, что сейчас происходит Спорт номер один Ну, для страны для всех По маркетинговым вопросам телевизионным высказываться не буду Уступал Татьяк, была репозиция Федерации Узвучено, что... Владислав Александрович выступал, он сделал целое сообщение по теме КХЛ на международной арене И клубы задавали вопросы, и были разговоры о Лиге Чемпионов, и о Кубке Мира То есть, все состоялось А как отреагируют клубы на участие в Лиге Чемпионов, возможно? Ну, это и реакция клубов, и то, что сказал Владислав Александрович То есть, в принципе, соревнование, конечно, такое интересное, наверное, мы не должны стоять в стороне Но в том формате, в котором оно сегодня нам предлагается, оно нашим ведущим клубам неинтересно То есть, мы бы хотели, наверное, как-то разговаривать, рассматривать Но мы об этом уже заявляли, что мы бы хотели, ну, встречаться на финальной стадии, или там, чемпион с чемпионом, ну, что-то такое Очень важный момент, о котором Третьяк говорил в Новогорске, то, что пересмотреть контракт с НХЛ 200 тысяч за игрока Наверняка вы это обсуждали Нужен ли нам этот контракт? Нет, мы сегодня это не обсуждали Запрет на индексацию зарплат, который был принят сейчас на совещании Не запрет на индексацию, а соглашение О том, что все будут от этого воздерживаться Это разные вещи Да, но смысл этого соглашения, он политический, то есть запретить тем, кто благополучен Экономический Экономический Нет Экономический Экономический смысл Нет, ну, подождите, просто есть, например, клуб, который чувствует себя хорошо, который не испытывает проблем со спонсорскими накоплениями и так далее Вот вы хотите, чтобы я вам сейчас лекцию прочитал, как менеджеру будущему клуба или что? Не, ну, не лекция Что если вы в своем клубе сделаете это, то мне придется это сделать в своем клубе, а ему в своем и так далее Это эффект домино тоже, о котором говорил президент Были примеры по этому поводу, раз этот вопрос так уделить? Примеров не было, все подписали соглашение, все договорились о том, что мы не будем этого делать А не было опасений, что легионеры могут уехать? На основании чего? Ну, что там зарплата сейчас будет... На основании чего она есть? Почти такая же В три раза у него Контракт действующий Нет, когда он закончится И в нем есть санкции за расторжение Когда он закончится Когда он закончится, но когда закончится, любой игрок может уехать То есть не надо этого бояться Там сейчас прямо вот там трястись и там что-то там Хорошо, а то, что разорвут контракты, нет опасений тоже Ну, как они могут? Ну, разорвать, у нас любой игрок может попытаться разорвать контракт По форс-мажору Это не является форс-мажором Ну, как если резко упало Это не является форс-мажором Есть... Откройте контракт стандартный, он на сайте есть, почитайте, что является форс-мажором Половина, сошедшая с горы, которая снесла дворец, это вот форс-мажор Если играть больше негде В Донецке это форс-мажор А курс евро, это не форс-мажор Ну, или он понижается МХЛ кто-то обвинил в гигантомании на этом совещании И новости полетели сегодня про МХЛ, что-то такое? Не без комментариев То есть, не было такого, что там новости о ликвидации, это не соответственно Не обижает некоторая молодежь В первые годы, что Льня КХЛ, когда работали со Флорионов, они все ближе нас тащили к НХЛ То есть, пытались сделать копию НХЛ Мы сегодня прозвучали противоположные, так сказать, политические оценки И то, что мы драфт будем переводить из скаута, это значит, линия на больше патриотизма Не комментирую, пожалуйста А чья идея, что русские слова вместо драфта скаут? Честно Это мы не с тем поняли Не понял Заменить драфт и скаут Мы так можем и хоккей на таком слове заменить Клюшка, шайба Президент, пожалуйста, обращайтесь Ну, последний вопрос задам уже На основании этих двух дней Какая лично главная мысль, резюме лично для вас от этих совещаний? Какая главная польза для вас? Потому что решений нет, я так понимаю Нет, решений Каких-то таких решений по Ряду вопросов Каких-то голосований не проводилось Но самое главное было встретиться, поговорить И самое главное понять позицию клубов по многим таким острым и важным вопросам Понимаете? И дать высказаться, и услышать эти высказывания Вот это самое главное, понимаете? А оптимизм есть? Лига не умрет в своем нынешнем виде Почему она должна умреть? Эти экономические скачки То есть все-таки тяжелые Ну, вы вот как-то это самое На бытовом уровне пытаетесь трактовать Это вопрос для массовых ситуаций Чтобы сейчас там стало плохо, вы должны иметь доходы в рублях и расходы в валюте У вас это так? Ну и у нас это не так А в чем проблема? Все хорошо Все прекрасно Спасибо